Андрей Кизилов известный не только в Сочи, историк и краевед, но и по совместительству мастер на все руки. На его счету, например, дольмен в кавказском уголке Дендрария, он же отлил пушки для новой галереи Форд. В свободное время много мастерит. Из блины, пластмассы, древесины. Сегодня в его руках гипс. Им он заполняет специальные формочки, получившиеся фигурки покрывает золотом. Такие пряхи носили племена кемерийцев на наших территориях, которые часто проникали на территорию Сочи, в том числе, еще в 8 веке до н.э. Потом их сменили скифы, которые, соответственно, принесли сюда звериный стиль. Андрею Кизилову удается воспроизводить предметы старины с четкой исторической достоверностью. Это, например, имитация древней бронзы. Патина древней бронзы. Бронза приобретает приятный зеленоватый оттенок. Ну, медный всадник. Этот предмет визуально ничем не отличается от подлинных предметов, которые выставлены в музеях. И это, в принципе, интересно как для сувенирной продукции. Такими сувенирами Андрей Кизилов еще раз напоминает. Сочи – город с древнейшей богатой историей, в которой переплелись разные культуры. История эта древняя должна бережно храниться. И не только храниться, но и популяризироваться среди молодого поколения. Поэтому сувенирная продукция должна отражать не только башню на горе Ахун или мор-вокзал. Она должна покрывать, мне кажется, все спектры, которые интересны любому культурному человеку. Как известно, Сочи славится народными умельцами. Своё творчество они смогут показать всему курорту. 19 и 20 ноября в дни празднования Дня города в Сочи пройдет выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Единственное условие участия – сувенирная продукция не должна быть произведена промышленным способом. О том, что каждый житель должен быть вовлечен в празднование Дня города, еще раз напомнил глава Сочи Анатолий Пахомов своему заместителю на рабочей встрече. В прошлом году вы объявили, что День города – это будет самый такой большой народный праздник. И в прошлом году это нам уже удалось, и мы в этом году этот тренд продолжаем. У нас была масса различных других событий, различных праздников. И сочинцы достойно эти праздники все организовали и провели, и провели достойно событийные мероприятия. И теперь стоит главная задача – это сочинцы, которые делают праздник для всех, должны сделать праздник для себя. И мы должны очень серьезно подготовиться к этому празднику, и уже сегодня наши жители должны быть вовлечены в эту работу. В планах на День города – честование семей, лучших в профессии. Продолжается прием заявок на участие в конкурсе фотографий, стихов и песен о Сочи. По традиции выберут лучший двор, дом и улицу, самую чистую и благоустроенную. Ну и, конечно, не обойдется без концертов и народных гуляний. День города – праздник каждого сочинца. Эта идея должна стать своеобразным девизом предстоящего торжества. Ольга Десят, Вадим Даниловский, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.